С любовью шлю, тебе привет и жизнь свою. Я его не вижу, что-то. Она давно предрешена, тебе, не мне. Ведь я жена. Варю тебе, стираю, шью. Люблю тебя, люблю, люблю. Не замечаю мелких ссор, Не выношу под вечер ссор. Бывает, плачу, но молчу. Прижавшись к милому плечу, Идут года, но я всегда с тобой, как прежде, молода. И ты, как прежде, молодой, пенсионер, любимый мой. Наши артисты готовы, мы вас ждем. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ А ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но не выдаст свое подозрение У двоих мудрецов побеждает любовь И великое чувство обращения У двоих мудрецов побеждает любовь И великая чувство прощения. И великая чувство прощения. И великая чувство прощения. Мне бы губ твоих коснуться. Да прости, боюсь проснуться. Хорошо с тобой. А нам хорошо с тобой. Нам хорошо с тобой. Спасибо. Здорово тебе. Спасибо. Всем добрый вечер. Завершается уже, наверное, этот тёплый, удивительно такой гармоничный вечер сегодня получившийся. Ну, я тоже от себя что хочу сказать. В общем-то, Лида мне тоже когда-то преподнесла урок. Она мне объяснила правила стихоложения. Когда я в 2001 году пришла в Лид-объединение и спросила, кто такая Лидиневская, все удивились, как это так, не знать Лидиневскую. И, в общем-то, что я из этого урока вынесла, что стихи должны быть разнообразными. По своей форме, по своему содержанию, по своей мелодике. И у меня, да, я, конечно, этот урок усвоила. У меня были уже, как бы, задатки вот этого вот сложного стихоложения. Я их использовала в своих сборниках. Ну, самой Лида хочется сказать, что стихи тоже очень такого лёгкого слога, летящего, и в то же время в них сокрыта вот эта вот такая ненавязчивая какая-то мудрость и философия. И вот один из них вот такой стишок, урок, я хочу прочесть, Лидин. Умей проигрывать, дружок, твой каждый проигрыш, урок. Звенит звонок на перемену, ещё разок прости измену. Своей неласковой удачи, потом всё сложится иначе. Живи и радуйся, пока не дали нового звонка. Так вот, удачи тебе, в первую очередь, в издании новых сборников. Ну и, конечно же, всего остального счастья, здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Очень рада, что это было. Горик, Горик. Александр Горякин. Всё говорят, говорят хорошие, я тоже скажу. А ты споешь? Лида, налейте я тебе спою, обязательно твои переменчики. Сейчас я просто не мог с гитарой прийти, на работе на другое вообще был. В общем-то, мы с Лидой давно уже знаем друг друга, дружим, земляки, она из Тимени, я из Тимени. Но дело не в этом, дело в том, что вот у нас есть здесь Вячеслав Владимирович, у него медаль, он мастер. Ну, Лиду мастером как-то назвать, ну, мужское. Всё-таки она ближе мастерица, да. Вот здесь вот мы с Сергеем Кирюхиным посоветовались, вот тебе присваиваем это звание. Вот здесь печать Сергея Кирюхина предприятия. Ты не смотри на печать, смотри, что здесь он подписался, я подписался. Всё, у тебя звание мастерица есть. Да, действительно, мастерство поэта прочитывается в том, что когда стихотворения запоминаются его. И вот когда я прочитал это стихотворение, я родилась, любовь земная, меня коснулась в тот же миг, щемя мне сердце и лаская, ворвался воздух первый крик. Тот миг не помню, только знаю, меня любили с первых дней, и я это чувство возвращаю, но я люблю ещё сильней. Это не то, что я сейчас волновался, я его помню. Вот только я первый раз его прочитал, я запомнил сразу на раз его, действительно. И вот новое стихотворение. Конечно, я полностью согласен вот с тем, что ты написала, и думай, ты от этого не свернёшься. Звенит ночная тишина в ушах уставших от бессонниц, Витать в стенах высоких звонец моя душа обречена. Спуститься ниже не могу, обиды, ложь, людские страсти, Своей души веночек счастья я как икону берегу. Его плела я из надежд, из тонких нежных незабудок, И пусть опять я спать не буду, но не спущусь я в мир невежда. Вот, я знаю, что ты от этого не отступишь, я знаю твой характер. Ты чистый человек. Стихотворение? Замечательно, вы его ослабили. Не почти даже лучше. Вот, мастерница. Всё, всё, законно. Какая замечательная. Спасибо. Как сказал классик, у поэтов отчество не в моде, да? Поэтому, Лидочка, я очень рада. Очень, что наконец-то ты действительно, как уже сказали, вышла из-под поля, Что ты здесь всех нас собрала. Знаете, я держу в руках такой же, вроде как у всех, книжку, да? У меня и такие же стихи. Я прочитаю одно стихотворение, А потом самое нужное, наверное, самое доброе, самое искреннее пожелание, Которое когда-то Лида адресовала мне. А я думаю, что сейчас пора его вернуть. Да. Осенью мы откровенно трезвее, Осенью мы и мудрей, и хитрее. Осенью мы подбиваем итог после волнующих летних дорог. Осень – пора рассуждений, сомнений. Осень стара для любовных волнений. Осенью легче покой обрести, Сбросить обузу, следы замести. Спасибо. И вот про расписание судьбы, вот эта книжечка, да? С таким вот, видно, да? Написано что-то. Я вам сейчас прочитаю, вы поймете, что это самые замечательные слова, Которые к сегодняшнему вечеру как нельзя подходят. Желаю в жизни высших благ, здоровья, счастья и удачи всегда во всем. Да будет так! Да разве может быть иначе! АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогая Лидия, я все это поздравляю с своим творческим вечером. Сегодня у нас, можно сказать, прямой эфир с известной сызранской поэтессой Лидии Нерской, чему я очень рада и поздравляю ее, а также еще и с наступающим Новым годом. И пусть Новый год рождает вдохновение, все планы и мечты осуществит. И творческой души горение на новые победы, достижения окрылит. Светлых дней, везения во всем, чтобы всегда на сердце было ясно, восхищаться каждым новым днем, убеждаясь в том, что жизнь прекрасна. Вообще мы с Лидой работали на одном тяжмаше в 70-х годах, можно сказать, до самой пенсии, и знакома я с ее творчеством по газете «Машиностроители» «Красный октябрь». И вот, зная, что Лида очень любит свой родной город Сызрань, хочу прочесть «Светворение о городе». О Сызранье. Да, о Сызранье. Называется издавна «Волжский город наш Сызранью». И мне хочется искренне нашу Сызрань воспеть. Тополями пуховыми и садами вишневыми, и районами новыми ей цвести молодеть. Молодеть, а не стариться, будет Сызрань красавицей, если мы постараемся и украсим наш дом. В первомайские праздники ее улицы разные, стали алые, красные. Мир и счастье кругом. Мир вашему дому, счастья вашей семье. Вот хочу, чтобы ты познакомилась с творчеством Леонардо да Винчи и продолжила свое художественное творчество. Всего самого доброго, счастья тебе, светлые дни в Новом году. И чтобы каждый день приносил тебе радость и новые творческие победы. Мы собираем дома, служим в такой коллекции. Вот Леонардо да Винчи еще нет, Рафаэль есть. Спасибо. Юлиана Лешманова, пожалуйста. Времени мало. Я не буду рассказывать, как мы познакомились, где мы познакомились. Стихи Лидочки очень-очень мне понравились. Они звенящие, летящие, действительно, и легкие, и радостные. Вот читаешь их, и вот действительно хочется прямо полететь над землей. Радостно становится. Да она сама как улыбается, как будто солнышко. Вот я сижу у меня весь вечер смотрю. Ну и как мы договорились, конечно, я хочу почитать эти стихи. Зимушка-зима. Зимушка-зима, что ж ты опоздала? Я тебя сама встречу у вокзала. Я найду коней и выпряжку сани. Только ты скорей приезжай с дарами. Привези нам снег, легкий и блестящий. Привези нам снег из-под лыж летящий. Навали сугробы, пышные до неба, Чтобы много-много уродилось хлеба. Привези морозы, зимние, лютые, Чтоб горели жарче очаги людские. И тоже... Ну потому что я проникнулась, Вот мне твое настроение, вот это все передалось, И характер, и вот морозец. Злой трескучий Дед Мороз Защипал меня до слез, Защипал мне щеки, губы, Невоспитанный и грубый. Вот морозец молодой Был поласкивей со мной. Помню, встретил утром ранним, Мои щечки подрумянил, Всю дорогу провожал, Белым снегом осыпал. АПЛОДИСМЕНТЫ И последнее, тоже, Снегурочка. Я тоже нам про себя писала, тоже. Я по солнечному следу на снегу, Побегу тебе навстречу, побегу, Соберусь деревьев иней, набегу, И к тебе приду, любимый, Вся в снегу. АПЛОДИСМЕНТЫ И вот так как Лида очень любит зиму, И вот тоже, значит, Как бы сказать так, в кон. У меня есть стихотворение тоже, значит, В том году, тоже, значит, зимний, Зимний фантазий. И вот я, как бы, Такое настроение тоже мне показалось, Что оно как раз подойдет, И как раз про тебя оно. В зимней сказке очутилась, Там с метелью подружилась, В снежном вальсе закружилась, В белый атлас нарядилась, Засверкала, заискрилась, Все смеялась и резвилась, А когда зимой простилась, Я на землю опустилась И в подснежник превратилась. Ну, конечно, не сравнись. И вот у меня такое предложение. Раз такой талант у человека И такое дело, Она называла делом жизни, Наверное, надо возродить И сделать школу поэтов Для взрослых. Для детей надо, для детей. Не, ну и для детей, Ну, для молодежи пусть, Пусть для молодежи, Потому что сколько приходят В литобъединения у нас и уходят. Да, молодые уходят. Да, молодые уходят, И практически все, кто были, остается. А как бы, так прогресса, Какого-то, ну, то есть, Среди молодежи, я имею в виду, Продолжение этого дела Надо вот возродить, мне кажется. Как-то вот подумать. Спасибо. Вот, и еще я тебе желаю, Чтобы в следующем году Обязательно вышла твоя книга. Я думаю, что так будет, Потому что все, наверное... Субтитры сделал DimaTorzok